Добрый день, дорогие зрители православного портала Экзегет. И сегодня мы с вами рассмотрим одно из мест Священного Писания, которое порой вызывает вопросы, даже какие-то нападки со стороны представителей некоторых протестантских церквей, которым необходимо оправдать то принижение значения Пресвятой Богородицы, Матери Божией, которую мы с вами, как православные христиане, всем сердцем, я надеюсь, почитаем. И поэтому они очень любят приводить такой вот какой-то момент, который, как им кажется, способен пошатнуть, в общем, веру в достоинство Высокой Пресвятой Богородицы и пошатнуть ее собственными словами Спасителя. Это место, которое содержится в конце 12 главы Евангелия от Матфея, и звучит оно так. Так, это 46-й, 50-й стихи. И когда же он еще говорил к народу, матери, братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот, матерь твоя, братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои. И указав рукою свою на учеников своих, сказал, вот, матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Вот такое, может быть, несколько способное соблазнить при неправильном прочтении место в Святом Евангелии, из которого можно сделать какой-то такой, может быть, несколько скоропалитный вывод о том, что Господь отрекся от своей матери, от своих кровных родственников в пользу своего учения, в пользу проповеди своего учения, которое сделало близким ему других людей. Ну, на самом деле, конечно, никто не станет отрицать того, что мы все являемся родными нашему Спасителю, нашему Христу и по той великой божественной любви, которую он себе носил. И поскольку мы сами на эту любовь отвечаем в своем сердце, в своей жизни и готовы исполнять его божественную волю, о чем Господь и говорит, что тот, кто исполняет волю Отца Моего, волю Божию, тот и мать, и сестра, и брат самому Спасителю. Это действительно так. Все мы чадо Божие, все мы во Христе получили усыновление нашему Небесному Отцу, но это никоим образом не принижает и достоинства Пресвятой Богородицы. Можно сказать, что на самом деле Господь этими словами не принижает значение этого родства, а всех прочих, всех слушающих Его возводит на эту высоту не только плотского, но самое главное – духовного родства с Ним в усыновлении Бога Отцу. Из этих слов никоим образом не стоит делать вывод, что Он каким-то образом оказывает неуважение, непочитание к собственной матери и собственным родственникам по плоти, каким-то образом отрекается от них. Нет. И для того, чтобы вообще разобраться в этом месте, нам необходимо не вырывать его из контекста, как это очень часто любят делать, в том числе и всевозможные протестантствующие, но обратиться и обратиться ко всему тексту, который это место окружает и к которому подводит. И мы увидим, что на самом деле, почему Спасителя пытаются прервать в той проповеди, в изложении того учения, которое Он совершает в этот самый момент. Дело в том, что на протяжении предыдущих стихов Господь обрушивает такое тяжелейшее обличение, откровеннейшее обличение лидерам тогдашнего иудейского, еврейского народа, фарисеям, саддукеям, после того, как один из этих фарисеев попросил его показать какое-то знамение, что Господь отвергает, поскольку он не какой-то там бродячий фокусник, и обличает вот этих вождей и учителей иудейского народа за их неверие. И вот посреди этой такой вдохновенной и очень явно тяжелой для слуха кого-то проповеди его и пытаются прервать. То есть человек, который входит в дом или, так сказать, напоминает Спасителю о том, что вот за пределами этого дома стоят его родственники, которые желают с ним поговорить, он на самом деле по всей вероятностью печется не о благе Спасителя, не о благе его родственников по плоти, и уж тем более не о благе тех, кто в этот момент слушает Спасителя. Эти обличения по всей вероятности неприятны лично ему, поэтому он хочет как можно скорее их прервать, остановить для того, чтобы, ну или, может быть, эти обличения задевают его самого, или, может быть, он боится, что следствием этих обличений станут какие-то очередные гонения и притеснения со стороны вождей иудейского народа, этих самых фарисеев, начальников синагог и прочих деятелей, у которых на тот момент был, что называется, административный ресурс, власть, которая позволила бы им, ну, в общем, значительно осложнить жизнь тех, кто так охотно внимает обличением Спасителя, направленных на их вот такую вот в своем роде узурпацию, право учить и наставлять свою паству. То есть, по всей видимости, у человека, который пытается прервать эту речь Спасителя, у него такие на самом деле мотивы-то вполне недобросовестные, нечистоплотные. Он хочет прервать речь Спасителя и заставить его выйти, покинуть своих слушателей, с одной стороны, для того, чтобы прекратить те обличения, которые он произносит, а с другой стороны, для того, чтобы иметь возможность показать этим слушателям, чего они стоят, как может показаться в глазах этого проповедника. Вот только его позвали его родственники, он тут же оставил тех, кто с таким вниманием, с таким жаром, с таким усердием слушал их и набился в этот небольшой, по всей вероятности, дом в таком количестве, что туда уже больше никто не мог войти. Даже близкие родственники своего Спасителя тут же бросил своих слушателей и вышел к тем, кто для него дороже, к своим родственникам. И, естественно, в этот момент сердца слушателей могли смутиться тем, что, ну как же, неужели он оставит нас, которые слушают его с таким вниманием, с таким усердием, просто потому, что его позвали кто-то из его родных. И вот Спаситель в этот момент делает что? Он, во-первых, разрушает этот коварный замысел своих врагов. Он не дает прекратить в своей проповеди свои речи, тем более, что в этот момент, безусловно, полон высокого и божественного вдохновения, вдохновения Учителя, который наставляет людей к испасению. Он не должен его прерывать. Более того, он не хочет смутить тех людей, которые являются его слушателями, которых в этот момент сблизило то Слово Божие, которое он им возвещает, которые почувствовали, по всей вероятности, вот эту необыкновенную какую-то теплоту, вот это чувство общности с собой и с вот этим Учителем, который явно находится на их стороне, который за них, который проповедует им, а не власть имущим, и никак не тем, с кем его связывают какие-то там корыстные интересы. Он совсем не таков, как все прочие до этого встречавшиеся им вожди и Учителя народа. И в этот момент Господь делает такую совершенно потрясающую вещь. Он вдохновляет своих слушателей. Он им говорит, что да, действительно, они ему ближе, чем родственники по плоти в этот момент. Между ними происходит вот это необыкновенно важное общение в Слове, общение в Духе. И в этот момент они родные ему люди. Они ему как мать, сестра, брат, любой ближайший родственник, если они будут исполнять вот ту божественную волю, которую он излагает им в своем вдохновенном, в своем божественном учении. Вот этот момент, который, конечно, необыкновенно должен был вдохновить и впечатлить его слушателей. Тем более, что, как мы знаем, на тот момент собственные родственники по плоти спасителя были заняты по большей части вопросами такими меркантильными. И евангелист упоминает о том, что и братья сами-то спасителя не веровали в него. То есть они приходят к нему, скорее всего, по какому-то вопросу житейскому, вопросу, который был связан с какой-то их жизнью, может быть, касался Пресвятой Богородицы, поскольку после смерти Иосифа она должна была остаться на попечении кого-то из родственников, не могла по тогдашним правилам жить одна. Кто-то должен был о ней заботиться, кто-то должен был взять ее в свой дом. И именно поэтому, видимо, не имея возможности договориться между собой о каком-то устройстве этих земных дел, они берут с собой Пресвятую Богородицу и идут к Спасителю для того, чтобы отвлекать его от проповеди какими-то такими земными делами, от которых Господь достаточно ясно отмежевался и сказал, что никто не поставил его судить и заниматься разделами имения, имущества и установлением какой-то такой земной меркантильной человеческой справедливости. Вот с этим, по всей вероятности, если мы поместим это место в какой-то более широкий контекст и евангельский, и тех событий, которые стояли за этим повествованием, вот именно это может означать то место, на которое любят ссылаться протестанты и всевозможные критики, противники почитания Пресвятой Богородицы. Однако мы знаем, что на самом деле, если какие-то такие эпизоды, моменты недопонимания имели место между Спасителем и его земными родственниками, на самом деле с течением времени все изменилось. Матерь Божия всегда имела в сердце Спасителя особенное такое место, и не случайно последние слова его на этой земле были именно о том, чтобы позаботиться о своей матери, и позаботиться о своих учениках. Не случайно он как великое сокровище вручает свою матерь своему любимому ученику, и таким образом еще раз усыновляет ей весь человеческий род. На самом деле нечто подобное происходит и вот в этих строках. Господь не отвергает свою матерь, но делает ее родственниками всех слушателей, и всех исполнителей воли Небесного Отца. И этим не принижает свое достоинство, а скорее, наоборот, утверждается и возвышается. Ну и на самом деле мы знаем, что и другие земные родственники Спасителя, не только Иаков, брат Божий, со временем приняли его учения, и еще в IV и даже в VI веке в Назарете паломники, которые приходили туда, встречали очень большое количество так называемых сначала иудео-христиан, а потом и чистых христиан, то есть людей, которые сначала соблюдали заповеди иудаизма, будучи евреями, и заповеди христианства, и веровали во Христа, а затем уже просто и в чистом виде исповедовали христианство. И вот эти люди называли себя родственниками и потомками Христа. Это были как раз-таки дети этих самых его братьев, которые поначалу не верили в божественное достоинство своего сводного приемного брата, но впоследствии с большой любовью, почитанием относились к его памяти, и из его числа его родственников вышли, в том числе даже и святые мученики, как конан-огородник, который также происходил из рода вот этих братьев-родственников Христа и пострадал за своего божественного родственника и учителя. И он говорит о том, что все его родственники, все земные родственники Христа с давних времен, с давних пор почитают Спасителя как своего Бога и гордятся тем, что по плоти являются родными ему. Поэтому это всего лишь один из таких эпизодов, которому не стоит придавать того значения, которое на самом деле в нем никоим образом не содержится. Господь никак не принижает своих родственников, но скорее наоборот делает своими родственниками, возвышает до этого достоинства всех прочих остальных своих родственников, слушателей, и нас с вами в том числе, за что мы благодарим нашего Спасителя, Создателя, с которым соединяемся в причащении его плоти и крови в таинствах, с которым соединяемся в молитве, в слушании и в правильном понимании его Божественного Слова и в исполнении воли и заповедей его Небесного Отца. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.